Самое главное быть готовым, быть открытым к инновациям. Мы прекрасно сознаем, что нельзя стоять на месте, надо смотреть в будущее, смотреть уверенно, с оптимизмом и работать. Реакция на внешние изменения прописана в долгосрочной стратегии Института. В масштабном документе раскрываются основные направления развития мирового рынка образования и возможные ответы ВИБЗа. Но тенденции меняются каждый день, и чтобы оставаться конкурентоспособными, новые веяния необходимо включать в работу максимально быстро. Мы часто говорим о вещах, которые очень сложно прямо сейчас у нас реализовать, но если их не видеть, не думать в этом направлении, не пытаться их делать, то очень быстро наш институт растеряет все свои конкурентные преимущества. Большой упор делается на внедрении новых технологий, и не только образовательных. В институте создается единое информационное пространство, призванное автоматизировать документы оборот, бухгалтерию и кадровую систему ВУЗа, а также перевести в электронный вид вступительные испытания. Была взята конфигурация 1С – электронное обучение образовательной организации. Было переписано множество модулей, создано достаточное количество печатных форм. Таким образом, можно говорить о том, что, взяв какой-то базовый продукт, мы адаптировали его под нужды института. Вместе с группой компании «Омега» институт создал автоматизированную систему оценки эффективности управленческой деятельности. Она уже действует в ВУЗе, подсчитывая результаты работы сотрудников. У проекта большой потенциал. Полученные данные лягут в основу аналогичной программы для чиновников. От нашего партнера ВУЗа мы ожидаем научных подходов в работе. Совместив технологии и научную составляющую, мы действительно можем реализовать уникальный продукт или уникальную услугу, которая обязательно должна быть востребована рынком. Результатом другого сотрудничества с Академией имени Хрулева стало подписание соглашения. Оно предусматривает разработку образовательных программ, проведение совместных научных и культурных мероприятий. И самое главное, дает студентам института возможность проходить военную подготовку в стенах Академии. Студенты могут один день в неделю посещать военноучебное заведение, осуществлять военную подготовку. Это им позволит в течение двух лет получить военноучетную специальность, не отрываясь от учебы. Но чтобы быть актуальным и современным, институт должен соответствовать еще одной тенденции. Образование во всем мире становится более прагматичным. Экономика переживает коренной перелом, рождая потребность в специалистах новой формации. Сегодня знания – это компетенции, которые надо постоянно приобретать. И компетенции, которым надо учить, это уже не просто объем знаний, хотя он тоже нужен, а это в первую очередь умение ориентироваться в мире знаний, это умение коммуницировать, колоссальные знания в сфере психологии. Стремительное изменение всех рынков – тот вызов, который сегодня встает перед миром. Чтобы достойно на него ответить, у вуза есть только один путь – идти, опережая время, встать во главе преобразований. И институт начал свой путь в будущее. Чтобы максимально сблизить профессиональную среду с учебной, на протяжении последних лет увеличивалась доля практических занятий. Сегодня они занимают половину образовательного процесса. Очень часто сравнивают обучение студента с тем, что можно ему вывалить рыбу, и он ее за один раз съест, и потом будет все остальное время голодать. А можно его научить пользоваться удочкой, и тогда он будет обеспечен на всю оставшуюся жизнь этой рыбой. Чтобы максимально включить в эту работу практиков, в институте создаются базовые кафедры в сотрудничестве с государственными и бизнес-структурами. Материал лекций преподаватели приносят, что называется, с передовой. Здесь речь идет не о том, как укладывать кирпичи или там укладывать бетон, а речь идет как раз о всех технологических процессах, какие должны быть при намерении осуществить строительство какого-либо объекта. Начиная от маркетинга, и мы в ходе этой лекции обязательно строим какой-то объект, который предложит кто-то из присутствующих, из слушателей. Обучая студентов на реальных примерах, компании преследуют и свой интерес – присмотреть сотрудников, знакомых с работой структуры. Кроме того, сформировать штат можно под собственные требования. Мы обратились, значит, и к ЛСР, хотели бы знать, какие дополнительные компетенции они бы хотели, чтобы мы дали нашим студентам. Чтобы работник, приходя на работу к ним, полгода, год не занимался освоением тех каких-то компетенций, с которым нужны, а пришел и сразу начинал работать. Но кафедры решают не только собственные задачи. Преподаватели и студентов привлекают и к обсуждению городских проблем. Так, единственная в Петербурге кафедра антимонопольного регулирования разрабатывает основы государственного контроля экономики. Мы сегодня проводим занятия со студентами, а вечером заседаем на комиссии по контролю антимонопольного законодательства. То есть здесь самое, что называется, смычка города с деревней и практическая деятельность с обучением студентов. Таким образом, студенты могут максимально приблизиться к решению профессиональных задач структуры, в которой, возможно, будут работать уже завтра. Например, кафедра таможенного дела организует стажировки и наглядно демонстрирует студентам, в чем заключается работа сотрудников таможни. Запоминающимися элементами, безусловно, являются, например, показы действий силовых структур таможенных орденов. Мы здесь, в стенах института, на среднем 57, уже дважды показывали выступления специального отряда быстрого реагирования и специалистов-кинологов. Возможность определиться заранее с местом работы есть у студентов и во время практики. У института более 250 договоров с коммерческими и государственными организациями. Все структуры заинтересованы в приеме молодых специалистов. Ребята стажируются и за рубежом. Ежегодно у них есть возможность съездить в штаб-квартиру ООН в Женеве. Среди основных баз подобной практики наши китайские партнеры. Это и Шанхайский административный институт, и Пудунская академия государственной службы. Чтобы практика была более результативной, студентам еще на первом курсе предлагают выбрать тему диплома. В соответствии с ней планируются стажировки. Фактически, если мы сформируем вот таким образом учебный план наших студентов, то сформируется некая иная стоимость наших выпускников. Не академический подход, знаете, там фундамент под самую крушу, а люди, которые реально, так сказать, начиная с первого курса, видят, а что происходит в муниципальных образованиях, в государственных структурах, в бизнесах. За время обучения студент получает не только знания, но и бесценный практический опыт, столь необходимый на рынке труда. Но образование сегодня – это не только знания о настоящем. Это еще и зона прорыва в будущее. Задача вузов – развиваться вместе с прогрессом, постоянно внедряя новые методы обучения. Тенденция ближайших лет – интернет-технология. Институт прекрасно это понимает, поэтому делает ставку на круглосуточно доступные онлайн-лекции. Это позволяет студентам осваивать этот материал в любой точке, где бы они ни находились, и в любом временном периоде. Условно говоря, послушали 15 минут, встали, надоело, отдохнули, вернулись снова. Обучение по онлайн-курсам уже опробовали на факультете сравнительных политических исследований. Самый молодой факультет создавал образовательную программу с нуля собственными силами. Мы постарались примерить на себя вот эту общую мировую, наверное, теперь уже систему построения собственной образовательной траектории, когда у вас есть возможность выбирать дисциплины самому. Возможность выбора образовательных блоков внедрили и на факультете социальных технологий. По модели свободных искусств или liberal arts, студенты после двух лет обучения могут выбрать один из 14 дополнительных курсов – майнеров. Ориентированные на практику, они являются полноценными образовательными программами. Этот интенсивный курс обучения в результате завершится для наших студентов получением двух документов об образовании. И я полагаю, что работодателю очень важно узнать о том, что выпускник, помимо того, что он имеет диплом бакалавра, успешно сочетает это с компетенциями и знаниями в той или иной практической области. Практичность и непрерывность образования подразумевает постоянный доступ к информации. И перестраивать под это требование приходится не только учебный план. Двигателем должна стать библиотека. В стенах института хранится более 400 тысяч книг. Это уникальный фонд, объединивший библиотеки Государственной Думы и Коммунистического университета. Но собрание славится не только редкой литературой. Сегодня речь идет уже об информационно-библиотечном центре. У нас в библиотеке есть электронный каталог. У нас компьютеризированы абсолютно все процессы – от закупки литературы до выдачи ее читателю. У нас есть электронный заказ и электронное бронирование литературы. В институте понимают, что будущее за молодыми. Поэтому дают им пространство для реализации собственных инициатив. Для творческих людей – клубы, театры, студии. Для мечтающих о карьере в сфере управления – студенческий совет, который во главе с президентом формирует фактически всю студенческую жизнь. «Определяющее слово сейчас – это единство, потому что как председатели студенческих советов, так и сами студенты уважают других, любят других и всегда готовы помочь друг другу». Взаимопомощь и способность трудиться в команде. Работа в совете становится настоящим испытанием этих навыков. На студентах лежит организация внеучебной жизни института. Программа невероятно насыщенная. Конкурсы, фестивали, спортивно-туристический слет. Студенты могут не только участвовать в мероприятиях, но и прийти с собственным предложением. «Если ты что-то хочешь делать, то в институте это более чем возможно. Можете взять и развить любую идею, и вы найдете поддержку там либо в Чемчелабе, либо руководство факультета, либо руководство института. В принципе, это, наверное, идеальная такая форма реализации студенческих каких-то желаний». Инициативные старшекурсники принимают участие в программе «Студент-студенту», помогая молодым коллегам адаптироваться к незнакомым условиям. Все достижения идут в индивидуальный зачет. По результатам успеваемости, спортивных успехов, научной и общественной работы дважды в год составляются рейтинги студентов. По итогам рейтинга, во-первых, студенты, которые получают больше 100 баллов, мы награждаем их благодарностью от имени директора. Те 10 студентов, которые находятся в первых в толпе, скажем так, рейтинга, они имеют возможность получить даже стимулирующую выплату. Студенты могут претендовать на денежные гранты, обратившись в управление социальных проектов «Ченчлаб». Программа помогает реализовывать успешные идеи и продвигать их воплощение к новым вершинам. Так, внедряя новые методы работы и обучения, взяв от предшественников лучшие черты и традиции, институт уверенно идет вперед, постоянно повышая планку качества и добиваясь больших успехов на избранном поприще. Северо-западный институт управления президентской академии не боится вызова в будущего, так как остается открыт всему новому и прогрессивному. И, обернувшись на пройденный путь, можно с уверенностью сказать, что бы ни случилось, ВУЗ сможет достойно преодолеть любые преграды и взять любую высоту. Институту 25. Памятная доска на Вячеславе. Текст фильма читал действительный государственный советник Санкт-Петербурга третьего класса, выпускник Академии при президенте Николай Буров. Санкт-Петербурга третьего класса,